Таких участников набралось 60 человек. Приехали гости из Краскино и Ярославки. Ещё одна отличительная особенность соревнований в том, что к участию допускались самбисты, не имеющие спортивных разрядов, новички, которым необходима соревновательная практика. Вот этот приближен к краевым соревнованиям. Через год этого возраста спортсмены будут первый раз участвовать в краевых соревнованиях. Поэтому мы смотрим наиболее сильных ребят, чтобы расценивать свои возможности на краевых соревнованиях. Схватки проходили на двух коврах. Перед финальными поединками мальчикам нужно было пройти несколько предварительных боёв. Так из новичков дошёл до финала и победил в нём Данил Худяков. Серебряные медали заработали Данил Ермолаев, Виктор Герасименко и Владислав Обухов. Мне понравилась борьба, потому что там как бы легко, но бывает тяжело. Там ещё, сейчас вам скажу, друзья тоже сомневаются о борьбе. Ну, бывает люди проигрывают, бывает выигрывают. Сегодня мои первые соревнования. Два выигрыша, два проигрыша. Мне понравилось там броски делать. Мне нравится борьба самбо, что тут можно кидать людей через мельницы, носа. Но то, что тут по баллам отсчитывается всё. И безопаснее она. Никита Поздеев и Андрей Миллер стали обладателями бронзовых наград. Тренирует ребят Кристина Сташкевич. Воспитанники Бориса Мартынова имели более высокий уровень подготовки, а потому легко заработали большинство первых мест. Это Никита Пестряков, Михаил Грулёв, Кирилл Суртаев, Дима Комаров и Сергей Ким. Отличился и воспитанник Суворовского училища Тамерлан Уркунчиев. До Нового года уссурийские самбисты ещё раз выступят на соревнованиях. Во Владивостоке пройдут турниры по самбо и дзюдо.